С Путиным ситуация вообще на самом деле сложнее, потому что в его случае вот эта мания, зацикленность на истории, на его личном, это исключительно его персональное понимание истории, потому что та история, которую он сказал, вообще мало имеет отношения к истории настоящей. Так вот, вся эта история сопряжена с паранойей. Он боится истории. Для него история это источник несправедливости, самых разных каких-то страха, какого-то ужаса, боли, чего-то плохого. Он боится этой истории. Знаете, мне это больше напоминает, бывают такие люди, которые говорят, что их в молодости украли или в детстве инопланетяне, ставили над ними опыты. И они, с одной стороны, этого боятся вспоминать, а с другой стороны, они, кроме этого, ни о чем другом думать и не могут. Только про инопланетян, которые их похитили. И у Путина такая же история, извиняюсь за тавтологию. Психи, у которых бывают такие навязчивые идеи, они всякие странные, безумные свои поступки потом с жаром объясняют тем, что их в детстве похитили, и им теперь нужно защищаться, условно говоря, облучение какими-то странными инопланетными приборами. И поэтому они вынуждены защищаться, у них нет другого выбора. Неужели это так сложно понять, почему другие люди их не понимают? Ведь очевидно же, что инопланетяне облучают. Все же это могут видеть. И у Путина примерно такой же. Но разница в том, что обычно такие психи в качестве защиты от инопланетян, они, например, у них разные бывают, прячутся от пожарных машин. Они считают пожарные машины, это какие-то посланники инопланетян. Или они никогда не садятся перед телевизором, а садятся только сбоку от телевизора, потому что они думают, что облучение идет от телевизора и пытаются захватить их сознание с помощью телевизора. Или они там какие-то, знаете, видел я такие случаи, читал точнее, то, что калом рисуют какие-то знаки, обереги на квартире своей комнаты, на стенах своей комнаты, полагают, что таким образом смогут защититься от странных, ну или еще что-то из этой серии, вот какие-то странные такие вещи. И для них это объяснение простое, потому что иначе меня убьют, меня похитят, меня облучают, я должен это делать. Владимира Путина та же самая проблема, но возможностей у него побольше, он же все-таки президент. И вот он, чтобы защититься из врагов, которые там из прошлого на него наседают и строят козни, и пытаются с ним сделать что-то нехорошее, он начал войну с осенней страной. Но мотивация, если разобраться, если вы послушаете это интервью, у него та же самая. Он до смерти, во-первых, боится таких чуждых враждебных сил, которые с помощью своих тайных агентов и приспособлений пытаются взять под контроль его путинский мозг. А с другой стороны, он очень обижен, потому что он хотел с ними дружить, он сам хотел стать чуждой враждебной силой, способной манипулировать сознаниями других людей. А его не взяли в этот клуб, его отфутболили, его ему дали пендали и выставили на мороз. И теперь он боится и злится, и обижен, очень-очень обижен, он его не может вот это все простить и пережить, и поэтому он мстит, он защищается. И он говорит, ну мы не оставили другого выбора, я был вынужден, я вот вынужден был поступить. В общем, это рассуждение человека больного психопатией. Я, конечно, не психиатр, но знаете, когда видишь это, видишь, что вот оно и есть, это реально человек с уехавшей крышей. И Карлсон, как я предполагаю, ну по крайней мере видно было по его лицу, он вот к 20-й минуте тоже начал понимать, он понимает, боже мой, ты же больной, ты же псих. И он просто офигел от своего прозрения. И вы знаете, если вы посмотрите эту передачу в ютубе или где-нибудь еще, вы увидите выражение лица Такера Карлсона, он такой, он осознал, то есть он понял, с кем он имеет дело. И дальше он уже, в общем, не пытался задавать Путину какие-то серьезные вопросы, там про оккупацию, про массовые преступления, убийства, там про бучу и так далее. Он задавал такие вопросы, знаете, Путин говорит, вот нацисты, там кругом нацисты окружают, Зеленский нацист, там сям нацист. И Такер уже просто спрашивал, что вы нацисты, при которых вы говорите, они вот сейчас с нами в комнате или они? И Путин такой, это очень противный вопрос, зачем вы задаете такие вопросы? У Зеленского, говорит, отец фронтовик, а при этом сам Зеленский нацист. Я у Зеленского спрашиваю, Володя, как ты можешь быть нацистом, если твой отец был фронтовиком? Самое интересное, что отец Зеленского родился в 47-м году. Никаким фронтовиком он, естественно, не был, потому что война закончилась за два года до его рождения. Но Путину это не мешает, говорит о том, что отец Зеленского фронтовик. И я сейчас проверил, на сайте Кремля они не стали это поправлять. Вероятно, имелся в виду дед Зеленского фронтовик, но на сайте Кремля отец фронтовик. Почему? Потому что у Путина очень похоже... Так, Васька, иди отсюда. Там у меня коты ходят. У Путина такая же история, похожая история, потому что официальная историография утверждает, что у Путина отец погиб на войне, при том, что Путин родился уже там, если не ошибаюсь, в 52-м году. Как Путин мог, как его отец мог погибнуть на войне, матросом он каким-то якобы был, если Путин родился в 52-м году, непонятно. Но вот как-то вот это случилось. Видимо, Путин свой этот странный опыт переносит и на других людей. В общем, Путин, конечно, и Карлсон смотрит на него, и мне казалось, в какой-то момент Карлсон скажет сейчас, слушайте, ты вообще серьезно это все? Ты вот правда? Потому что он в какой-то момент, знаете, что сказал, слушайте, вы про какой век говорите? Я вообще не потерял мысль, я не понимаю, вы это вообще, блин, к чему Путин? Ну, это типа 13-й век или 14-й. Какая разница? Давайте я вам покажу письма Богдана Хмельницкого. Карлсон, конечно, вообще не уверен, что знает, кто такой Богдан Хмельницкий, но в принципе, и Путин такой говорит, да я же не вру, вот давайте там из архива принесут, сейчас покажут вам эти письма. Но самое главное, конечно, в этом выступлении Путина было, хотя, не знаю, что уж там главное, ну, конечно, поразило меня то, как он много рассказывал о своих страхах, о своих обидах на Запад. То есть в лице Карлсона он как будто увидел такого, знаете, generic, то есть обычного американца, просто американца, которому можно пожаловаться на все-все-все обиды, которые причинила ему Америка за долгие годы. И он там, значит, и насчет Украины жаловался, и насчет поставок оружия жаловался, и насчет расширения НАТО жаловался, и насчет Северного потока жаловался, и то, и все, и Карлсон говорит, да это я, говорит, какое отношение к этому имеет? Путин такой, да, у вас, говорит, алиби есть, а вот у ваших спецслужб алиби нет, это все они, это они враги, враги подкрадываются ко мне, к Путину, я вынужден защищаться. И вообще-то кто-то посчитал уже, что в этом своем интервью Владимир Путин в девятый раз с начала прошлого года пожаловался на обман Запада. Путин сказал, что Запад его обманул, цитата, обманули нас, когда говорили, что не будет расширения НАТО на восток, нас просто водили за нос, сказал Путин Такеру Карлсону про Минские соглашения с Украиной. И в предыдущий раз он жаловался на обман 26 января, сказал он тогда, 10 раз подряд обманули нас по поводу нерасширения НАТО, а в прошлом году Путин 7 раз жаловался, что его надули, обманули, и зерновая сделка, и по газу там что-то. В общем, жалобы Путина вообще уже, как считается, стали абсолютно хроническими. Это такая доминирующая черта его характера, жаловаться на жизнь, жаловаться на то, что его обманывают, то, что все его кидают, все его обманывают, обманули дворака на четыре кулака. В результате интервью, которое предполагалось как бенефис Владимира Путина, сильного, могучего, великодушного лидера, превратилось в бенефис Путина как лидера говна, такого слабого, обиженного, несчастного, жалующегося, неуверенного в себе, который все время обманывают и водят за нос. Такера Карлсона сейчас, знаете, винят очень многие люди на Западе, в западных СМИ в том, что он не мешал Путину врать. И Путин действительно врал. Ну, знаете, я буду постоянно понять, если Путину мешать врать, он будет молчать, потому что он уже не может не врать. А я, знаете, не против был. На мой взгляд, вот Путин врал, какой-то ахинею, не у нас чушь собачью, по всем просто, то есть он все врал, абсолютно все. Ну, тем самым, он на самом-то деле показал, кем является Владимир Путин на самом деле. То есть, у Путина на Западе, знаете, такой образ в популярной культуре, если угодно, такого сурового, с голым торсом, жесткого, мощного, хитрого лидера, который там, без разговоров, уничтожает врагов и так далее. А тут увидели все старика с психическими отклонениями, которые гадят под себя и, значит, жалуются на жизнь, что его все обманывают и водят его за его длинный нос. То есть, это не великий лидер какой-то, знаете, а такой, ну, старикашка с плацкартного вагона, который сидит в майке, алкоголички, закусывает после третьей и жалуется на жизнь, что, значит, весь мир против него. Карлсон, надо отдать ему должное, он все-таки профессионал, он пытался исправить это впечатление. И под занавес интервью он дал Путину возможность как бы вот так вот все, все сделать, переиграть, все сделать хорошо и предстать все-таки перед американской публикой в образе великодушного, мощного, разумного и доброго, хорошего лидера, хорошего человека, который может быть другом Америки. Карлсон попросил у Путина, да, можно сказать, потребовал у Путина освободить из-под стражи, из тюрьмы молодого журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, который сам себя называет, кстати, Иван Гершкович. Он хорошо говорит по-русски, у него родители эмигранты из Советского Союза, и он по-русски говорит, в общем, даже без акцента. Он там сидит уже больше года, и по обвинениям в сборе информации спрашивается, ну извините, а чем же еще должен заниматься журналист, как не собирать информацию? То есть, его посадили за осуществление журналистской деятельности. На самом деле, Путин дальше там сказал, что его посадили не потому, что он там что-то собирал, информацию, не потому, что он работал на ЦРУ, или на Америку, или на что-то, его посадили для того, чтобы поменять на российского шпиона по фамилии Красиков, который убил в Берлине чеченского полевого командира по фамилии Хангашвили, если не ошибаюсь. Короче говоря, Путин прям признался, что это обменный фонд, это никакой не шпион. Он говорит, ну он собирал информацию, а по российским законам сбор информации это шпионыш, поэтому пускай сидит. И в результате, вместо великодушного Путина предстал перед американской публикой, Путин мерзкий, мелкий, мстительный, злобный, не отдам, говорит этого молодого парня, это моя прелесть, он шпион, и шпионов мы не отдаем. Надо отдать должное Карлсону. Минут 10 он уламывал Путина, отцепиться от журналиста, вернуть его родным, близким, отправить его в Америку, и говорит, вот давайте, как жест доброй воли, давайте мы сейчас возьмем, его освободим, и мы, я, Такер Карлсон, увезу его в Америку. На самом деле, если бы Путин освободил бы Гершковича, Гершковича, это был бы, ну, реально, очень великодушный жест, и в Америке бы его запомнили, и для Такера Карлсона, и для Дональда Трампа, и для всего этого фланга, который против демократов, против Джо Байдена, вот, конечно, такое освобождение было бы очень большим плюсом, очень большой победой, то есть, Путин бы здорово помог и своему имиджу в Америке, и имиджу своих сторонников в Америке, вот таких, как Такер Карлсон и Дональд Трамп, но мне, смотрите-ка, просто как вцепился мертвый хвал, как разградил в зебру в какую-то, кстати, я вам скажу, я знаком немножко лично с этим Иваном, Иваном Гершковичем, я в семнадцатом году, я жил на Подоле в Киеве, и мы даже с ним как-то встретились, у меня на балконе пиво пили, я вам могу сказать, классный чувак, ничего шпионского в нем и близко не было, абсолютно нормальный парень, молодой, разумный, интересующийся, такой настоящий журналист, потому что очень-очень любопытный, всем интересный. Кстати, газета, Wall Street Journal уже ответила Владимиру Путину, сказали, что это бред, обвинение Гершковича в шпионаже, это полная фигня, он никогда в жизни не работал ни на какие госструктуры, ни на какие там шпионские организации, потому что он является всего лишь журналистом, выполнял в России свою работу, он же собирал информацию в качестве журналиста, это не является шпионажем, даже по российским законам, если уж на то пошло, то есть является шпионажем передача данных каким-то государственным, а странным структурам, которые хотят эту информацию заполучить. То есть даже по российским законам этот журналист не является шпионом, но для Путина это не, то, что законам там что-то не соответствует, это не аргумент, он этого человека повелел взять в заложники, по сути дела, для обмена на вот этого спецслужбиста по фамилии Красиков. И на Германии отказывается, говорит, вы с американцами сами разбирайтесь, этого чувака мы не отдадим. Он убил человека на улице Берлина, и поэтому вы себе в тюрьме, пока не отсидит свой срок. В общем, я так скажу, глядя на то, что получилось в финале, на все это интервью, я даже рад, что интервью, которое взял Сакер Карлсон у Владимира Путина, вышло именно в таком виде, в виде безумного бреда, неуверенного в себе, какого-то замызганного деда, который пытается, в перхотном каком-то пиджаке, который пытается, знаете, рассказать, что он на самом деле великий лидер, крутой, хороший, а все вокруг так себе. Я думаю, что после публикации этого интервью сторонники Дональда Трампа, они же аудитория Такера Карлсона, увидят, услышат Владимира Путина во всей его, так сказать, красе и славе, в кавычках, конечно. И я уверен, что после публикации этого интервью количество сторонников Владимира Путина в Соединенных Штатах резко сократится, не увеличится, а сократится. Потому что Путин действительно показал себя с самой плохой стороны, то есть вот все плохое, что только можно было сделать, он все это показал во время этого интервью. И таким образом, в общем-то, Кир Карлсон оказал, можно сказать, услугу Украине и вообще всему подлунному миру, хотя, очевидно, он хотел сделать гадость, но получилось у него наоборот. Ну и еще, смотрите, что в этой связи я хочу сказать. Такер Карлсон тут заявлял, что готов сделать интервью с Владимиром Зеленским, чтобы, как говорится, два раза не вставать, и готов приехать в Киев и взять интервью Зеленского. Знаете, если бы меня спросили, если бы я был директор, то я бы не отказывал Такеру Карлсона в таком интервью. Потому что сейчас среди правых американских, вот среди сторонников Трампа, бытует точка зрения, что Зеленский реально садист, и Зеленский диктатор, злой, который там типа режет людей, убивает и всякое такое. Если показать настоящего диктатора, они же обычные американские СМИ не смотрят, не читают, тот же Уолл Стрит Джорнал. Поэтому показать им Зеленского в его нормальном виде, в нормальной среде обитания, показать Такеру Карлсону Украину, я думаю, было бы не лишним. И вообще показать просто, насколько Украина ярче, живее, умнее, интереснее, живее, чем вот этот вот старик, абсолютно обезумевший, который перхотный старик, который управляет Российской Федерацией, и еще все глубже-глубже погружается в безумие, читая историю там от 9 века, и рассказывая о том, какие там были отношения между какими-то князьями в дремучей давности. Ну и просто показать надо, что Украина на самом деле нормальная западная страна, с нормальными людьми, с нормальными лидерами, с нормальными общественными отношениями. И страна эта является союзницей Соединенных Штатов Америки, то есть страны самого Такера Карлсона, с которой с Украиной можно и нужно сотрудничать, и более того, можно и нужно ей помогать сейчас, поскольку она оказалась в тяжелой ситуации и является союзницей Соединенных Штатов. Подписывайся на канал Радио НВ ось тут.